Рабочий день Елены начинается в 6 утра, а заканчивается в 10 вечера. Недавно она открыла свой бизнес – кофе на вынос. Решила, что варить напитки пока будет сама. Новое дело захватило все ее мысли, а вместе с тем и все свободное время. Первый месяц это был стресс. Это был стресс, я действительно в себя... Я чувствовала тотальный недосып, который... Ну, то есть у меня было одно навязчивое желание – поспать. Но это компенсируется внутренним моральным удовлетворением от того, что ты делаешь, от результатов своего труда. Если бы это был найм с таким же графиком, это была бы смерть. До этого работала в найме, свободного времени было больше. Его Елена тратила на работу по дому и на воспитание сына. Теперь пришлось прибегнуть к помощи родных. Помочь трудолюбивой дочке вызвался ее отец. Специально прилетел из Германии, чтобы взять на себя домашние хлопоты. Это было всегда. Если работа, значит, на полную. Если институт, значит, с красным дипломом. Это кончилось. Трудоголик – это серьезно. Бороться за это бесполезно. И остается только помогать по мере возможности. Сын маму поддерживает и гордится, но все же скучает по прежним временам, когда она была дома чаще. Она заканчивает по выходным в 10, еще по будним дням в 9. И вечером только просто она сразу кушает и все, и отбой. Мне это не очень нравится, потому что охота больше с мамой времени проводить. В среднем Елена спит по 6 часов в сутки и часто испытывает усталость. И таких трудоголиков с каждым годом становится все больше. Ритм жизни диктует свои правила. Озадаченные врачи ведь людей, у которых дергается глаз и трясутся руки, становится все больше. Если говорить о хроническом недосыпе, избыточной трудовой деятельности, прежде всего страдает в первую очередь сердечно-судистая система. Финальная точка – это всегда инсульт и инфаркт. И на сегодняшний день можно сказать, что инфаркты в меньшей степени, а инсульты существенно молодеют. Трудоголикам врачи советуют чаще обследоваться и заниматься профилактикой. Несмотря на загруженность, главное не забывать хорошо высыпаться. Кроме того, советуют все же иметь хобби, чтобы отвлекаться от работы и минимизировать стресс. В общем, трудиться полезно, но все хорошо в миру. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.